Такие друзья, продолжаем учиться. Муж, жена, это новый рассказ уже, они каждый раз приглашали к себе домой одного бедного человека, который у них дома ел, пил, и они сделали этим большую митву. Этот человек, он был бездетным, у него не было семьи, и они вот так его приглашали домой. Проблема была в том, что этот человек, он очень любил много болтать. Есть люди, которые не могут молчать, они только любят говорить, 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 говорить. Они думают, что вам нравятся их разговоры, но вы не знаете, как это выключить. Телефон можете выключить, компьютер можете выключить, но есть люди, которых невозможно выключить. Вы даете намеки, но знаете, вы не хотите их обижать тоже. Болтает, болтает, никак не может молчать. Пока они помоют свои руки Он продолжает рассказывать Так стало, так стало, так случилось Есть люди, которые не могут молчать И они уже начали думать Может быть его не приглашают Но потом говорят Окей, пусть придет Иногда он сам проходил Прошло несколько лет У этих людей, мужа и жены Уже много детей Дом, в котором они проживали Уже стал маленьким И они решили приобрести Новый особник, новый дом И они говорят Муж и жена друг другу Когда мы переедем в новый дом Мы этому человеку ничего не скажем Что мы переезжаем И таким образом он не будет знать, где живем И мы соседей тоже предупредим Чтобы они не говорили Где мы живем И таким образом мы от него избавимся И на самом деле Они скрытно и укратно переехали А этот человек стучится И там Другие люди Они когда дом продали Они не поставили Это Вывеску Они вот так секретно Это дом продали свой Или может это была квартира Которую они рент платили Они купили дом И они вот так убежали И всех соседей предупредили Чтобы соседи не говорили Куда они переехали Этот человек приходит А, где? Никого нету И вот Что случилось Когда эти муж и жена Переехали в новый дом Вдруг Через короткое время Как они переехали Жена кричит Эй, эй Из кухни она кричит мужу Срочно, срочно Шурик, иди сюда Шурик А, что случилось? Она видит, что Большой, большой скорпион На кухне большой скорпион Сразу муж взял веник И стал этого скорпиона бить И они его Убили И вот Проходит несколько часов Еще один скорпион появляется Муж тоже убил этого скорпиона Один за другим В этом доме Скорпионы Они говорят, что происходит В этом доме есть проблема Со скорпионами Когда человек покупает дом Он не знает, что в этом доме Они говорят, что этот дом хороший Хороший локейшн Цены на дом растут Но они говорят, что здесь соседи Которые у вас будут пар дубрион делать Здесь одна семья Недавно переехала Из-за плохих соседей Они говорят Моей жене Вот Вы говорите Религия, религия А вот здесь одна семья Не дают нам спокойно жить Проблемы за проблемой Всегда что-то придумывают Чтобы нам проблемы Были вынуждены Продать дом И уехать в другое место Не дали им спокойно жить Это люди религиозные Я считаю, что они не религиозные Эти соседи Потому что они называются Мальчини Люди, которые не могут За языком следить Ищут причины, чтобы навредить И люди думают, что все религиозные Одинаковые На самом деле это так Это не так Если видишь, что Религиозные себя плохо ведут Это не значит, что все такие Люди говорят А, почему конессо не приходишь Ну а Вот, смотри Люди, которые конессо приходят Что они делают Это не значит, что все такие И кто сказал, что Бог Этими людьми доволен Кто сказал, что вообще Они религиозные Они думают, что они религиозные Есть много людей Которые думают, что у них есть ганейден На самом деле у них ганейден нет Наоборот, они будут наказывать Когда, помните, показали по телевизору Что застрелили Малакова Помните? Даниэль Малакова застрелили И человек, которого обвиняли в убийстве Он надел кипу на голову Я помню, эта кипа была оранжевого цвета А что ты надел кипу? Не надо надевать кипу Наоборот, люди скажут А, он еврей был? Евреи Евреи убивают Наоборот, то, что он кипу надел Это уже даже хуже, чем убийство Потому что ты осквернил имя еврейского народа Люди скажут Вот, евреи чем занимаются Это называется хилю-ла-шем Хилю-ла-шем Это осквернение имени Бога Это хуже даже, чем убийство Что ты кипу надел? Сними быстро Наоборот Если человек кипу наделает Он должен кипу снять Чтобы не знали, что он еврей А потому что это будет двойной грех Что американцы скажут А он еврей, оказывается Вот, евреи чем занимаются Или, например, если помните 5-6 лет тому назад По радио всегда говорили Рабай убил свою жену в Нью-Джерси Рабай убил свою жену в Нью-Джерси Слышали? Несколько месяцев или год Вот это тянулось Его дело Сколько лет ему дадут тюрьмы Люди слышат по радио Рабай убил свою жену в Нью-Джерси Рабай убил свою жену Они не знают, что этот Рабай Он фальшивый Рабай Реформист Который на машине может приехать к Йонки-Пур Кушать свинину, говорят Сегодня этой бактерии нету Которая в свинине раньше была Есть много фальшивых Рабаев И вот Мы продолжаем Человек купил дом Не знает, что там, а Скорпионы Быстро они кого позвали? Пест контрол Я не знаю, как говорят на русском Пест контрол У нас в Союзе были собаколовы Люди, которые ловили собак А здесь есть люди, которые ловят насекомых Пест контрол называется И они пришли и говорят Мы сейчас мало времени у нас Мы не можем сейчас тщательно Они искали, но не могли найти точно Где находится гнездо этих скорпионов Где они размножаются И потом муж и жена начали думать Может быть Бог нас наказывает Что мы этого человека обидели Его перестали звать, может быть поэтому Я считаю, что лично это не из-за этого Просто когда они дом купили Эти хозяева и также брокеры Не сказали, что там скорпионы Они должны были сказать У нас проблемы есть У нас скорпионы Здесь надо тщательно найти их гнездо Или вы сами найдите их гнездо Уничтожьте Иногда надо поломать даже Стены надо даже поломать Чтобы найти точно где они находятся Откуда они выходят А они думают У жена, может быть мы этого Гости обидели Поэтому у нас скорпионы Я считаю лично, что не из-за этого Но что интересно Когда они его обратно позвали Скорпионы исчезли Но все равно Даже если скорпионы исчезли Я бы все равно Я бы все равно Провел бы обыск То есть надо все равно найти Они все равно могут появиться Иногда есть сезон Когда зимой они могут исчезнуть Обратно появиться Там их яйца есть Понимаете? Поэтому скорпионы Это не маленькая вещь Это очень-очень опасная вещь Для чего Бог создал скорпионов? Этот вопрос задал царь Давид Давид Амеля говорит Бог, зачем ты создал пауков? Кому они нужны, эти пауки? Ну вы скажете, чтобы они мух ловили Поверьте, у нас в Союзе были миллиарды мух Сколько уже мух он поймает несчастных? Одну муху из миллиардов? И как они мучают этих мух потом Эти пауки Как они издеваются над этими мухами Да, ловушку делают Они кушают, конечно, их потом И этот вопрос задает царь Давид Зачем ты создал пауков? Зачем нам шмель нужен вообще? Какой толк от шмеля? Он мед не дает укусить Человек может умереть И Бог говорит Давид, придет время Что тебе они помогут Давид Амеля говорит Я царь Паук может мне помочь Шмель может мне помочь И, к сожалению, у царя Давида Все проблемы, которые есть на свете У царя Давида были Его тесть хотел его убить Его сын хотел его умертвить Его люди говорили, что он незаконорожденный Что он гуляет с чужими женщинами Разные вещи, проблемы у него были Все проблемы, которые у человека есть Царь Давид у него были Другой человек бы сам совершил Самоубийство, а с ума сошел бы Но он говорил Бог, ты со мной, я ничего не боюсь Все будет нормально Царицы, сколько он в Таилеме Говорит свои проблемы Сколько у него проблем Как можно нормальный человек Столько проблем иметь Только нормальный человек Да И вот царь Давид Его сын Авшалом Хотел его убить И он однажды был в пещере Святые люди, они любят уединяться Наедине с Богом Поэтому многие наши святые герои Они были пастухами Потому что пастух, он может Оставить скот и вот так С Богом разговаривает Уединиться Большинство греховых людей Которые они делают Это с людьми Когда вы с людьми У вас больше шансов согрешить Почему? Потому что если вы один Кому вы будете говорить Плохие вещи про него? Когда вы с кем-то Вы можете сказать Ты знаешь, что он сделал? Наш он рад Или, например, когда вы с людьми Вы можете ему завидовать Почему у него есть? У меня нету Когда вы с людьми Вы можете быть гордым Кто он такой? Я умный Я такой, я богатый Например, человек про себя думает Царь Давид однажды был в пещерах И вдруг он видит, что Он один был Не было пастухов Не было животных Давид Амелих видит, что Его сын с ножом Вот так его ищет Он говорит Ашаем, сейчас мой сын Меня найдет Меня убьет Пожалуйста, сделай так Чтобы он меня не нашел И он скрылся в одной пещере Зашел в пещеру Вот так молится Чтобы его сын не нашел Его сын сюда заходит Туда заходит А Бог Послал много-много пауков Которые за короткое время Сплетли Очень много сделали паутины Как будто бы 50 лет Никто в эту пещеру не зашел У входа Сделали много-много паутины И когда Ашалом хотел Зайти в эту пещеру с ножом Он видит, что очень много паутины Он говорит Сюда мой папа не мог зайти Если он зашел бы Эта паутина бы порвалась И он пошел дальше И папу не нашел И Бог говорит Видишь Давид Даже вот эти несчастные пауки Они тебе спасли жизнь А потом Что случилось Если помните Давид Он убил Голиата Рогаткой он Умертвил Великана И у этого Голиата Были братья И братья поймали Один из братьев Давида поймал И есть мнение Что Бог послал Шмеля Его за ухо укусил И пока он ухо держал Давид Амелех убежал А некоторые говорят Что Давид Амелех Он в то время Прикинулся Что он сумасшедший Он начал себя вести Как ненормальный человек Как эпилепсик Я начал головой бить И потом Брат Голиат Горит Это не может быть Давида Амелех И потом он его отпустил Думаю Что это другой человек Может это его двойник Или похожий И вот Бог говорит Видишь Даже вот эти вещи Они тебе помогли Я заканчиваю мои речи тем Что одна женщина Она пошла навестить Свою маму И она взяла Своего грудного ребенка С собою Вечером Эта женщина Вернулась к себе домой Когда она хотела Уложить ребенка спать Она видит Что соска Этого ребенка потерялась У нее дома Были другие соски Но ребенок Именно вот эту соску Он хотел Женщина молодая Искала соску По всему дому Не может найти Она говорит Может быть я у мамы Это оставила Она звонит Мама Я случайно соску У тебя не уронила там Мама говорит Эй да Соска у меня дома А как Мама не может К ней приехать Ее муж приходит Десять часов ночи Сколили Как она может Пойти в аптеку Купить еще одну Новую соску В Израиле Во-первых Нету Я не знаю Если сейчас Но 24-часовые аптеки Это очень и очень Редкая вещь Она не знает Что делать Что может сделать Она чтобы взять У мамы эту соску Мама говорит Не переживай Доченька Через 10 минут Соска будет у тебя Как Ты же знаешь Твой дом Прям возле автобусной остановки Через окна Видно автобус Через 10 минут Автобус приедет К тебе Я говорит Сзади автобуса Я возьму Маленькую сетку Эту сетку Туда соску Поставлю И приклею Это ночью Никто не видит Зимой Темно Становится быстро Я говорит Приклею Сзади автобуса Сетку И твоя соска Когда автобус приедет Ты уже Сдалека будешь Видеть Что он едет Ты выйдешь И что сделаешь Возьмешь Свою соску И Как говорится Дашь ребенку А вопрос Который здесь задается Они должны За проезд Заплатить Или нет Конечно Это вопрос Многие удивляются Но этот ее муж Он такой внимательный Что он никогда Не хочет Даже копейку Чужую брать И он говорит Может быть Надо заплатить И потом Рабай говорит Рабай Хайн Каневский Говорит Что этот человек Он ни копейки Не должен дать Потому что Он не проехал Через этот автобус Никто туда не сел Просто она Незаменно прилепила Вот эту сетку Поэтому они говорят Что они за Автобус Не должны платить Всем вам Хорошего дня Баруха Амин Амин Раби Ханан Ябин Амин